Меньшиковский дворец строился с 1710 по 1721 год. Позже, по проекту Готфрида Шенделя, ко дворцу пристраивается западное крыло, идущее по набережной до канала, впоследствии – кадетской линии. Угловая часть нового корпуса Меньшиковского дворца получила название «Наугольных палат». В 1731 году был учрежден шлихетский кадетский корпус для дворянских детей. Под новое учебное заведение отводится дворец и вся усадьба Александра Даниловича Меньшика. Торжественное открытие состоялось 17 февраля 1732 года. С 1730 по 1750 год по проекту архитектора Доменико Трезини было пристроено двухэтажное здание вдоль кадетской линии. С 1818 года и на протяжении длительного времени комплекс неоднократно перестраивается. В 2011 году здания и прилегающие территории переданы Санкт-Петербургскому государственному университету. Начинается экспертиза объекта. Предыдущим пользователям здание эксплуатировалось до последнего дня передачи. В здании проживали курсанты, проводились занятия, общественные мероприятия. Поскольку оценка технического состояния здания предыдущим пользователям либо не проводилась, либо ее факт был скрыт от руководства СПБГУ, фактическая передача здания происходила без предъявления документов о его техническом состоянии. Учитывая характер организации пользователя здания, были все основания считать, что здание находится не в аварийном состоянии. Далее выяснилось, что в действительности аварийность здания составляет более 90%. Пример тому – фойе актового зала, в котором регулярно проходили торжественные мероприятия. Через месяц после официальной передачи здания университету здесь было проведено заседание ученого совета. После него несколько членов ученого совета обратили внимание, что стены и потолки находятся в плачевном состоянии. Проверка подтвердила их опасения. Стены и потолок имеют многочисленные трещины и отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскостей. С 2014 по 2017 год выполнены капитальный ремонт и реставрация 5-го корпуса, где разместилась приемная комиссия. В 2017 году выполнен капитальный ремонт 6-го корпуса – узел связи. В 2018 году начаты работы в первой очереди западного крыла – от дворца до наугольных палат вдоль набережной и от угла до конца юго-западного двора. В 2019 году на территории было найдено множество археологических находок, в том числе уникальный ледник 18-го века. Мы ведем работы по ремонту кирпичной кладки. Кладка выполнена на известковом растворе, который от времени уже потерял свои свойства и не является хорошим связующим. И меняем это все на новый кирпич, тоже на известковом растворе. А также производим укрепление стен методом инъектирования. Засверливаются шпуры в стену, продуваются, вставляется туда пакер инъекционный, так называемый, и через него закачиваются микроинъекционные составы, которые проникают в трещины, заполняют пустоты и таким образом укрепляют старую разрушенную кладку между собой. Работы по реконструкции и реставрации здания были начаты еще в конце 2018 года. И они охватывают самую старую часть здания, возведенную в 1721 году. Еще в самом начале работ, при разборке, никто не думал, что в здании может сохраниться такое огромное количество архитектурных деталей и находок. Мы обнаружили не только предметы, которые относятся к отделке фасадов, тех фасадов, которые мы сейчас уже не видим и которые вошли в состав интерьеров. Мы нашли элементы, которые гласят о том, как выглядели эти фасады. И на основании этих данных мы смогли реконструировать именно тот облик здания, который был в 1721 году и на протяжении первой половины XVIII века. Коллекция, которая относится к археологическим находкам, она просто поражает воображение. По предварительным оценкам она будет составлять более 10 тысяч предметов. Там найден не только массовый материал, который характерен для Санкт-Петербурга, это печные изразцы или курительные трубки. А среди этого найдены совершенно уникальные вещи, которые относятся к фрагментам военной формы, к истории быту кадетов. Обычно, когда находят фрагменты изразцов, это колотые фрагменты. Редко, когда находят целые изразцы. А вот у нас есть, я бы сказала, что такое определенное количество целых и собранных из осколков изразцов. При вот этих вот всех подъемах грунта из подвалов у нас был найден летник. И это тоже очень, я бы сказала, не столько уникальная сама по себе вещь, сколько уникальная тем, что мы знаем, что этот летник был описан в описях 1734 года при передаче усадьбы Меньшикова в ведение кадетского корпуса. Это нижняя часть сруба в два венца, которая сохранилась. Полностью сохранились доски пола, сливной люк и короб, которым был обстроен объем летника. Сейчас он демонтирован и находится на хранении в воде с антисептиком для того, чтобы дерево можно было сохранить. Сейчас он хранится уже более года вот в этом, скажем так, антисептирующем, поддерживающем растворе. Самое интересное, что если мы заранее в проекте предусмотрели место, куда его можно экспонировать, то дальше мы можем его вернуть на свое историческое место в здании. На месте обнаружения летника уже выполнены работы по усилению фундаментов, залиты плиты монолитные, выполнены цокольные балки усиления, также произведена полностью гидроизоляция, штукатурка и выполнена стяжка. То есть мы готовы уже к производству чистовых отделочных работ. Здесь у нас представлена обмазка стены со слоями окраски XVIII века. При этом этих слоев порядка пяти, во всяком случае видимых слоев. Вот они начинаются. Это тонкий слой обмазки прямо по кирпичу. Затем сверху уже у нас идет красными слоями. Это уже относится к XIX веку. Вот эти вот пять слоев, те самые цветовые, яркие, более яркие, менее яркие, с оттенками, это красочные слои, выполненные при жизни Меншикова и Петра. То есть это тот цвет того дома, который они видели, возвращаясь по ходу по ней. Далее здание меняет цвет неоднократно. Это очень интересно. И, к сожалению, это тот материал, который мы не сумеем сохранить. Потому как у нас будет некий финишный слой, который будет по цвету объединять весь фасад и как-то соотноситься с дворцом. Потому что, так или иначе, это единый ансамбль, это западное крыло усадьбы. Находимся в уровне карниза. И первоначально не было ничего понятно о нем. Мы смогли только посмотреть его профиль. И где-то вскрывали участки, и там не было никаких следов штукатурной поверхности. Однако, когда была разобрана кровля, и нам обнажились верхние ряды профильных кирпичей, вывалился небольшой кусок штукатурки, когда разбирали кровлю. И обнаружилось, что здесь также присутствуют все слои, которые были внизу, но только самые первые. То есть, как раз обмазка по кирпичу и желтая краска. А сам карниз штукатурный, он отделяется, что туда вот можно буквально засунуть руку. И он вот таким вот монолитом нависает над штукатурной поверхностью карниза. С декабря 2018 года по настоящее время в процессе производства работ группой авторского надзора были зафиксированы детали конструкции и фрагменты отделки интерьеров 18-го, начала 19-го веков. На внутренней стене галереи, являвшейся частью дворцового фасада до пристройки, были найдены частично сохранившиеся наличники, пилястры, карнизы и тяги. После демонтажа потолочных конструкций второго этажа раскрыты фрагменты отделки западного фасада. Эти данные явились основанием для включения в проект зон музеификации.